Открытый диалог с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 6-го созыва председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис начал со слов поздравлений. В адрес депутатов прозвучали пожелания успеховых, непростой, но очень нужной профессиональной деятельности. Прежде всего я хотел бы поздравить вас с началом уже полноценной работы. Все заботы прошли, волнения, предвыборная кампания, выборная кампания, затем установочные сессии. Поэтому определились, кто будет работать, в каких комиссиях. Сейчас начинается плодотворная работа, полномасштабная. Работа на новых должностях обязывает в первую очередь оправдать доверие избирателей и выполнить данные программные обещания. Однако, если решение вопросов в данный момент не представляется возможным, необходимо говорить людям об этом четко и конкретно. Задача депутатов, по мнению Анатолия Лиса, заключается в том, чтобы выработать систему замечаний и предложений. На первый взгляд, единичные проблемы могут затрагивать целый круг общественных интересов. В округе обязательно должен быть у вас помощник, который должен подготовить вам информацию, посмотреть, что, как, встретиться, с кем нужно. Не напрямую к председателю гора и сполкома и ставить там вопросы, а встретиться с теми службами, с финансистами, с коммунальниками, с другими службами. Посмотреть, определиться, что, как, чтобы вы понимали, есть ли для этого возможность сегодня, есть ли средства. И затем, встречаясь в округах, проводя приемы, встречаясь с руководством района, вы должны вырабатывать систему по реализации тех предложений и замечаний, которые были в процессе и которые будут поступать. Открытый диалог получился живым и насыщенным. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики рассказали о том, в чем видят свою миссию и какие проблемы сегодня считают наиболее актуальными. В основном те, кто собрались за круглым столом, люди с большим профессиональным стажем. Многие из них долгое время были руководителями на местах и знают о существующих проблемах не понаслышке. Поэтому уже сегодня видят ближайшую перспективу своей деятельности. Если брать вопросы общие, то это в первую очередь, конечно, трудовых отношений. Это изменения высот, которые коснулись. Это изменения пенсионного возраста. Людей интересует, когда, как. Все это нужно разъяснять, объяснять, рассказывать. Конечно, много людей интересует и благоустройство. Люди надеются, что те вопросы, которые их в большей степени интересуют, которые для них жизненно важны, будут решаться при моей помощи и поддержке как депутата. Ну, более, может быть, оптимально, эффективно. Есть целый ряд вопросов, которые длительный период люди не могут разрешить. Это не значит, конечно, что имеются простые какие-то пути решения их. Но, тем не менее, будем стараться находить, помогать, подсказывать.